Доброго дня! Меня зовут Маслёхин Сергей Владимирович, ведущий консультант консалтинговой компании Решений Верный РФ. Специализируемся на мерах государственной поддержки бизнеса в виде налоговых преференций, налоговых льгот, земельных преференций, грантов, субсидий, льготных финансовых ресурсов, инфраструктурных, всяких преференций и так далее. Попросили меня сегодня рассказать о опыте совмещения нашими клиентами различных мер поддержки федерального и регионального уровня по линии разных министерств, Минпрома, Минцифры, совмещения мер поддержки технопарков, резидентов технопарков, пользователей инфраструктуры этих организаций, таких объектов, с различными другими программами в рамках технопарка, например, того же самого. Я попытался набросать возможные, далеко не все, естественно, здесь меры поддержки, которыми могут воспользоваться электронщики или айтишники в периметре технологического парка, технопарка, промышленного технопарка, инновационного технопарка, технопарка в сфере высоких технологий. Сейчас много таких вот есть структур. Ну и есть такое предположение, что, в принципе, большинство этих программ должны как-то накладываться друг на друга. То есть в реалиях они, конечно, не все дружат между собой. Вот, соответственно, вот этим опытом, положительным опытом подружить между собой различные программы, различные меры поддержки, соответственно, я и решил сегодня с вами поделиться. Несколько лет назад услышал я такую поговорку, а ваш татарский схематоз, да, собственно говоря, ну или там, мы пробуем, мы пытаемся, мы находим, мы изучаем нормативку, действуем в рамках закона, да, и, соответственно, чтобы потом кто-то спросил, а что так можно было? Ну да, оказывается, так было можно, да. Значит, первое, первое. Исторически так получилось, что компанию клиента пригласили расположиться в черте промышленного индустриального парка и профиль этого парка совсем не предполагал электронику, высокие технологии, хай-тек, да, IT-сферу. То есть это был классический, скажем так, промышленный парк, который делался за деньги Фонда развития моногородов или за деньги Минэкономразвития. Такие структуры для организации производственного бизнеса создавались много где по России, да. Вот, соответственно, буду показывать вот два периметра. Периметр того самого промышленного индустриального парка, большая такая структура, скажем так, 33 гектара, да, вот. Вот, и он здесь сиреневым цветом обозначен. И буду показывать периметр промышленного технопарка электроники, который, так получилось, расположился внутри этого промышленного индустриального парка, находится его граница. Технопарк в промышленном парке. Оказывается, такое возможно, да. Вот. И сами не зная того, сами не зная того, что начали создавать этот самый технопарк электроники, просто решили так. Будет модель такая. Будет девелопер, владелец, арендатор земельного участка, владелец здания, да, и будут арендаторы компании, которые будут заниматься производством, разработками, неокром и так далее, и так далее. Вот. И сами того не зная, фактически создавали некий технопарк, да, внутри большого промышленного парка. Первое, что удалось получить, это удалось получить региональные налоговые, федеральные, федеральные налоговые льготы, получив статус резидента территории опережающего развития, потому что фактически часть компаний, которые занимались производством электротехнической продукции, радиоэлектронной продукции, электроники, 26-й, 27-й, 25-й АКВЭД, да, могли защитить свой проект перед органами региональной власти, находясь в черте моногорода, территория опережающего развития была создана в черте моногорода, получить налоговый льгот резидента ТАСЭР, да, то есть вот, а уже потом фактически, ну, то есть не потом, а одновременно получилось наложение двух статусов резидента. Резидент территории опережающего развития, который представляет собой большой моногород, да, являлся одновременно резидентом промышленного парка в черте, на маленьком кусочке вот этого самого моногорода, да, а еще и третий уровень вложенности, он еще и резидент технопарка, который создан в индустриальном парке. Вот, эти вещи не противоречат друг другу, в одном случае используется региональная аккредитация, в другом случае используется федеральная аккредитация, да, вот, и такая матрешка, она как бы исторически получилась, да. Второе, чем удалось воспользоваться управляющей компанией, которая владелец, да, имущественного комплекса и арендатор земли, она получила региональные налоговые льготы, являясь в свою очередь сама, как резидентом промышленного парка. Она управляющая компанией технопарка, но является резидентом старшего брата, мамы матрешки, да, является, значит, резидентом промышленного парка, тоже получилось. Вот совмещение двух мер поддержки региональных и федеральных налоговых льгот в рамках двух структур вложенной матрешки, да. Вот она, соответственно, в периметре промышленного парка, красненький технопарк в Сиренево, и внутри сидят еще резиденты, да, управляющие компанией. Значит, у нас сразу получилось, что две группы резидентов размещаются, электронщики и айтишники, да, и, собственно говоря, их соседство, вещь довольно хорошая, понятно, что можно работать дистанционно, да, то есть стыкуясь по электронным коммуникационным каналам связи, вот, но находиться в одном периметре, на самом деле, очень-очень здорово, да, потому что, ну, потому что в курилке решаются многие производственные вопросы, находятся технические решения, да, когда можно встать из соседней комнаты, сходить к своему соседу, другому резиденту и обсудить с ним особенности архитектуры программно-аппаратного комплекса, да, учитывая, что ты пилишь, там, софтину какую-то, да, а он занимается электроникой, а вместе вы делаете ПАК, программно-аппаратный комплекс. Это здорово. Вот, соответственно, каждый из них пользовался своими мерами поддержки по линии своего, что называется, да, министерства. Ну, например, скажем, промышленный электронщик может получить субсидии местного Минпрома на приобретение оборудования или на подключение к сетям, да. R&D-компания, которая занимается неокерами, разработкой, да, то есть каких-то продукций электроники, сама их производит, да, может пройти акселератор Сколково и получить субсидию, грант, точнее, да, Сколково, как дизайн-центр электроники по 18-27. Айтишные компании могут, находясь в этом самом технопарке, получать субсидии по линии Минцифры или по линии Минпрома в зависимости от того, как бы, какие продукты они делают и для кого, опять же, да. Вот, также не мешает совмещать айтишникам налоговые льготы айти-компании, если она вдруг аккредитуется при Минцифре, да, и это его профильная основная деятельность. Но, кстати, вот в Татарстане, в Калужской области, в Московской области и в Москве есть еще такой экспериментальный режим, так называемый автоматизированный ОСН, да, или ОСН онлайн. Если компания, численность компаний еще не превышает 5 человек и годовой оборот не более 60 миллионов рублей, ну, для стартапов айтишных, например, да, это нормально. То есть они могут не аккредитоваться при Минцифре, они могут получить налоговые льготы довольно серьезные, это даже интереснее. Челом налоговой льготы аккредитованы айти-компании, да, мы попробовали на себе. Наши айти-компании пользуются такими льготами, да, тоже вот это хорошо совмещается. Гранты хорошо совмещаются налоговыми льготами, потому что налоговые льготы чаще всего они на деятельность, а гранты они на инвестиционный проект. Вот, но бывают и налоговые льготы на инвестиционный проект. Например, в территории опережающего развития, если ты реализуешь инвестпроект, то, собственно говоря, налоговая льгота дается на вот эту самую проектную деятельность, да, вот проекта. Так, значит, ну, соответственно, региональные субсидии хорошо совмещаются с региональными налоговыми льготами, это разные объекты, разные предметы, и, в принципе, и субсидии хорошо совмещаются с федеральными налоговыми льготами, да. Осталось сделать одно тоже интересное упражнение, и я думаю, что все получится, совместить федеральные налоговые льготы с региональными налоговыми льготами, так, чтобы резидент мог выбирать, да. Вот, допустим, там в республике Торстан есть такая аккредитация промышленных индустриальных парков, соответственно, резиденты УК получают льготы по региональным налогам, налог на недвижимое имущество, налог на прибыль региональная часть, упрощенка, пониженная ставка, налог на землю, ну, собственно говоря, вот основное все, да. А федеральные налоговые льготы в добавлении к налогу на прибыль к федеральной региональной части, да, еще и добавляются льготные ставки страховых взносов в пенсионный фонд, соцстрах, медстрах, ну, без тарифов ССС от несчастных случаев, да, то есть тоже хорошие, интересные льготы. Вот эти вещи тоже совмещаются между собой, то есть федеральные льготы дружат с региональными льготами, можно применять набор или, или можно применять от одного, от одного режима одни льготы, от другого режима другие льготы. Для нас в 2018 году было одним интересным открытием, что оказывается упрощенка, как спецрежим дружит с льготами федеральными резидента ТАССР. То есть мы сперва сами засомневались, потом при буквальном прочтении налогового кодекса выяснили, что в какой-то момент депутаты в списке из этих 100 страниц корректировок к статьям налогового кодекса заменили слово кодекса на главы относительно 284 статьи налогового кодекса, да, и получилось, что компания может применять спецрежим и быть резидентом ТАССР и получать налоговые льготы и те, и те, или выбирать, да. Тоже интересная вещь, да. Значит, следующее упражнение, которое мы сейчас пытаемся выполнить, мы пытаемся подружить регион... А, ну в принципе, региональные субсидии на оборудование дружат с субсидием на НИОКР, потому что субсидии на оборудование на приобретение промышленного оборудования серийного изготовления, субсидии на НИОКР на приобретение экспериментального лабораторного оборудования, испытательного, изготовление стендов, макетов и так далее, и так далее, и так далее. Это разные предметы, соответственно, разная технологическая цепочка и цикл, и они уже дружат, да. Вот, соответственно, что мы сейчас пытаемся наложить? Мы пытаемся наложить субсидии на НИОКР по линии Минпромторга, 1649 постановление, да, современной технологии, с налоговыми льготами статуса резидента ТАССР. Есть там свои нюансы, есть там свои особенности, касающихся, во-первых, налогообложения самой субсидии, это раз. Второе, выполнение НИОКР для себя, под реализацию своей продукции, да, оно, в принципе, должно идеально ложиться. Мы сейчас и дошлифуем эту тему, да, а вот выполнение НИОКР на сторону может являться непрофильной с точки зрения статуса резидента ТАССР деятельность, да, потому что деятельность резидента ТАССР – это разработка, производство, реализация продукции, да, а НИОКРы на сторону, которые выражаются там в продаже КД или лицензии или чего-то, чего-то, да, в данном случае непрофильные, и надо смотреть, какой размер этой непрофильной деятельности, и не помешает ли она, вот это самое, в том числе и субсидии, и сама НИОКР деятельность, да, ТАССР. Соответственно, здесь все надо делать аккуратно. Так, мы заметили, что IT-компании довольно легко совмещают налоговые льготы, как я уже сказал, либо там по линии Минцифры, с грантами, субсидиями на разработку, на свои R&D, да, research development. Так, про ОСН, спецрежимы, выбор либо аккредитоваться и получать льготы по линии Минцифры, либо упрощенки, тоже, собственно говоря, есть такой люфт, люфт возможность, да. Ну и, конечно, хотелось бы в идеале достичь совмещения большинства мер продержки, да, но я думаю, что по факту этого не произойдет, потому что, во-первых, все-таки инструменты, делаются разными министерствами и имеют иногда существенные, иногда несущественные отличия, да. Когда федеральным чиновникам задают вопрос, почему у вас меры поддержки не сближаются и документация требований не сближаются, да, соответственно, если звучит честный ответ на этот вопрос, сближения никогда не произойдет. Иначе, если у нас меры поддержки и требования к документации будут одинаковые, одно из наших министерств упразднят или сольют и так далее. То есть это защита своей зоны жизнедеятельности федеральным чиновникам. Ну, очень такая бюрократическая чиновничья, такая российская как бы история, да. Так, ну, в принципе, еще картинка по сквозному процессу поддержки разработки электроники на всех стадиях, начиная от инфраструктуры размещения, заканчивая, проходя через стадию неокра, разработки, и заканчивая стадией внедрения и продажи своей продукции, да. Ну, соответственно, немножко наших успехов, да, наши вот эти миллиарды, которые мы смогли помочь получить для наших клиентов, да. Наш опыт в разных сферах, стараемся держать руку на пульсе. Вот, в принципе, можно по ссылочке будет пройти, посмотреть наше портфолио, с какими проектами мы работали, посчитать эти миллиарды, если кому интересно. Вот, соответственно, такой опыт у нас, проектный опыт, да, под видео будет ссылочка, можно будет ознакомиться. Используйте инструменты господдержки. Государство, на самом деле, много чего дает, особенно для инновационных инжиниринговых компаний, для производственных, для IT-компаний. Ну, в принципе, я уже не говорю про производственные, про туризм и остальные сферы, да, сельское хозяйство. Вот, правильно используйте инструменты, спрашивайте. Господдержка, инструменты господдержки – непростая структура. Это не просто, что называется, кредит взять и отдать, да. Всегда есть входной билет, да, всегда есть правила игры, всегда есть определенные трудности пути. Причем многие считают, что основная трудность – это заключить соглашение, пройти там конкурсный отбор. Нет. Могу по опыту с 2011 года сказать, этим делом занимаемся. Наибольшая сложность заключается в том, чтобы удержать субсидию, льготу и льготные финансы, да. Потому что очень часто после получения менеджмент и сотрудники расслабляются и, собственно говоря, начинают довольно пренебрежительно относиться к раздельному учету, вообще к учету там неокорг, к учету затрат, результатов, да. То есть это, на самом деле, второй этап сохранить гораздо важнее, чем этап получить. Обращайтесь к нам за советами. Опыт у нас разносторонний теперь уже в данных мер господдержки. Успехов вам, чтобы благополучно нужные меры получить, разбавить, так сказать, пирог финансов собственных, да, заемными, льготными или государственными ресурсами. Вот, по нашим подсчетам, все эти гранты, налоговые льготы, субсидии при правильном их использовании довольно серьезно снижают финансовое бремя, да, то есть снижают совокупную ставку заемного ресурса, да, вот, повышают эффективность операционной и инновационной деятельности компании. Удачи вам, успехов. С вами был консультант решения Вероная Ф. Сергей Масляхин. Вот, соответственно, вам немножечко ссылочек.